Увидеть вечерний Новосибирск с воды и узнать интересные факты из его истории. И все это под аккомпанемент саксофона. Речные прогулки по Аби набирают популярность. Небольшое путешествие, одновременно и романтичное, и увлекательное. С палубы теплохода городом любовалась Анна Братушкина. Вы только представьте, вы могли бы сегодня приехать в Партизанополь. Это же чудесно! В Ленин-Знаменск на Аби. С истории, или, как говорят гиды, байки про название Новосибирска, начинается вечерняя экскурсия на теплоходе. Ирина с молодым человеком на такой прогулке впервые. Они встречаются уже два года. Речная экскурсия возвращает романтику первых свиданий. Мы посмотрели, как строится новый мост у нас. Посмотрели, конечно, закат очень красивый. И, конечно, вот с другой стороны увидели город Новосибирск. Насколько у нас масштабный, красивый очень город. Огни Новосибирска – самое популярное из семи прогулок речфлота. Теплоход отправляется в путь по Аби каждую субботу. За два часа от речного вокзала доходит до Димитровского моста. Затем разворачивается и идет под Бугринский. А после возвращается на пристань. Город наш стал в вечернее время особо прекрасен. Потому что его начали сравнивать практически с Нью-Йорком, с воды. Светится все. Построили очень много домов на береговой территории. Метромост наши чудесные, замечательные, которые светятся всеми огнями радуги. И, конечно, это все очень прекрасно с воды. Красивые виды дополняет не менее красивая живая музыка. На борту в перерывах между экскурсией играет саксофонист. А после музыкальной паузы пассажирам рассказывают, как 60 лет назад в Новосибирск приезжал будущий президент США Ричард Никсон. Легенда гласит, что рядом с Октябрьским мостом торчала труба ржавая, абсолютно страшная, от парохода, который затонул давным-давно. И трубу эту некуда было деть, и знали, что Никсон ее в любом случае увидеть, нужно было что-то с этим делать. В итоге решили, вот русская смекалка здесь работала. Ее просто обрезали, и все, и трубы не стало, и визит прошел на ура. Многие истории и факты новосибирцы знали и раньше. А вот гости из других городов слышат о них впервые. Очень много узнал о городе, о его истории, о строительстве уже в дорожном мостах. Очень интересно и очень познавательно. Еще одно важное занятие на речной прогулке – это, конечно же, селфи на фоне города и воды. Это не только подарит много лайков в социальных сетях, но и сохранит красочные впечатления надолго. Анна Братушкина и Дмитрий Канн. Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.